это только начало владимир раевский это только начало и так документальный фильм фантастические грибы мы о нем говорим нетфликс 2019 год тогда вышел на netflix фильм фантастические грибы фантастик фунги и я решил написать письмо герою этого фильма рассказать о том как в россии любят грибы практически все про них все знают он ответил что да да конечно я в курсе я даже написал предисловие книжки про некого горна вас она и вас она и отдельно отметил вклад валентины в дело микологии я заинтересовался кто такие выяснилось что горна вас он был вице-президентом американского банка джей пи морган но параллельно в параллельной жизни он активно увлекался микологии изучал грибы по всему миру объездил весь мир в поисках разных грибов и разного отношения народов и к этим грибам а заразила его этой любовью грибам его русская жена валентина павловна осан который однажды показал 20 году такие же грибы как те которые она собирала в россии видимо с мамой и вот об этой самой валентине и речь я нашел журнале нью-йоркер лицензию вышедшую в конце прошлого года на книгу комиксов о роберте городе осане и о его жене валентине и меня одна штука возмутила и поразило там я решил немедленно ее исправить я читаю текст и вижу вот перевожу вам с листа буквально павловна 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 умела собирать грибы потому что ее вводила в лес мама и дальше автор этого текста называет жену осана либо she она либо жена осана либо госпожа осан либо валентина тина либо павловна я понимаю что они просто перепутали ее отчество с ее фамилией и используют павловна как как будто если это было бы ее фамилия я знаю про журнал нью-йоркер что это мало того что замечательный одно из лучших один из лучших журналов в мире но еще и журнал который 43 года располагает одним из самых мощных штатов фактчекеров то есть людей которые проверяют всю информацию которая публикуется в этом издании всю и у журнал нью-йоркер самые верные самые внимательные самые въедливые читатели которые наблюдают за всем кто там публикуется если они обнаружат на какой-то карикатуре неправильную форму у команды студенческой бейсбольной лиги которая играла выездной матч в каком-нибудь 54 году и обратят внимание что в этот день там апреля 54 года эта команда играла другой форме не в голубой а в зеленой то они напишут обязательно в журнал письмо и в отдел фактчекеров придется человек с дубиной каратель вот такой это страшный журнал там проверяют абсолютно все каждое слово которое там печатается оно должно быть подкреплено фактом или подкреплено указанием источника и тут люди совершают такой детский ляп то есть понятно что это не и фамилия и что в принципе и могли бы назвать павловна но вероятность этого ну а нас супер мало ну кого нас обычно называют по отчеству либо близких друзей либо когда это карта партийная кличка как как ильич 5 прицел птица опять бьется в окно там либо это партийная кличка как ильич либо это что-то простонародное да как на вот женщину в возрасте уже называют по отчеству просто отчество это семёновны все прочее но это не один из этих трех случаев а главное он не релевантен женщине которая переехала в соединенные штаты вышла замуж за состоятельного американского банкира и в общем ее русскость сводилась к тому что она из россии по русски зовут и вряд ли кто-то там и называл соответствии с традициями русского села я сочиняю письмо в журнал в котором пишу вы знаете я бы хотел обратить ваше внимание на вот на эту историю и объясняю им коротко про сущность русских отчеств рассказываю про смерть ивана ильича рассказываю про самого ильича который ленин и значит про площадь ильича и рассказываю про себя что я владимир евгеньевич но евгеньевича не называют или называют там считанные единицы это очень очень специфическая форма обращения только по отчеству в то время как само отчество это не отделимо от человеческого человеческой личности в россии атрибут и в общем активно используется в частности это уважительное обращение обращение к человеку или к старшему человеку или очень официальное как это в рассказе знаменитом рассказе льва толстого и вот я все это пишу журнал мне к справедливости сказать через пару дней приходит ответ но ответ не более содержательно чем большое спасибо дорогой владимир будем знать я понимаю что дальше это никуда не пойдет и что ошибка такая останется в журнале я решаю выяснить кто написал этот материал про эту валентину осен ее мужа эту книжку и выясняю что автора зовут франсуаза мали и это прекрасная барышня никто иная как жена человек по имени арт шпигельман который нарисовал и написал знаменитый комикс маус первая комикс о холокосте в котором действуют животные если не ошибаюсь мышки это евреи как и немцы какие-то там а свиньи это поляки и так далее очень самые разные животные представляют самые разные народы и все разворачивается в лагере смерти и вокруг него в общем история любви двух заключенных немецкого нацистского концлагеря замечательная книга маус она переводилась на русский язык продается здесь очень популярно во всем мире так вот франсуаза мали это жена того самого арта шпигельман который придумал этот маус и который наверное ввиду своего происхождения еврейского из восточной европы тоже должен быть знать что такое отчество но нет видимо эта ошибка закралась как-то в этот семейный клан шпигельманов мали довольно плотно и никак оттуда не вытащишь я нахожу е-мейл и пишу ей письмо и вот тут эффект совершенно другой случается чем это случилось когда я просто писал письмо в редакцию госпожа мали к ее чести пересылает мне всю свою переписку свежесозданную с редактором из нью-йоркера из которой следует что они мгновенно взялись за исправление этой ошибки и мгновенно все поменяли теперь если вы поищите на сайте нью-йоркера там можно бесплатно прочесть несколько статей в месяц вы найдете что больше никакой павловы там нет есть только валентина или она в общем это довольно нелепая ошибка поправлена ну а что касается самого доктора осона то и книги о нем про замечательную страну в осонию то она вполне доступна и вы можете заказать пока правда только на английском языке вот такая история случилась как отдел факт-чекинга нью-йоркера все-таки повторился строптивым русским людям которые ратуют за правильное использование отчеств даже если в английском языке казалось бы казалось бы и причем здесь грибы да но слушатели еще спрашивают что за документальные фильмы фантастические грибы фантастик фунги да на нетфликс который вышел в пару лет назад так ну что же давайте теперь почитаем снова ваше сообщение напомню что я задавал вопрос как бы вы какой город в россии вы бы переименовали и во что попросил воздерживаться от шуток и предложить лишь то что по вашему мнению вполне было бы реально к воплощению при этой власти или не при этой неважно но в общем как бы вы какие города в россии вы бы переименовали и хотел бы очень узнать что вы нам пишете ну во первых спасибо тебе за такую интересную историю которая началась с грибова а закончилась факт чекингом это светлана из твоего родного екатеринбурга возвращаемся в город тольятти который до этого было ставрополь на волге все-таки мне напоминают что на волге про саратов андрей саратова я бы в саратове переименовал улицу в вольскую на котором живу переименовал бы обратно в братиславскую потому что во первых лучше звучит а во вторых мысли о столице словакии вызывают определенную романтику так то ли у нас все в порядке со связи вроде бы да анна из сочи поправка в сочи был форт крепость александрия я надеюсь правильно ставлю удовольствие ударение а в адлере кстати много коммунистических улиц вот это калинина ульянова ленина кирова их бы тоже все переименовать наши слушатели ютюбе пишут ленин гриб за кольцу эти темы конечно же сам полу станицу который снимался фильм про фантастические грибы я ему рассказал про курёхина и послал ссылочку но история согласитесь вот что еще красноречили говорит о нашей русской одержимости грибами что как не это соглашусь слушатели очень резко переключились на грибы и стали все-таки выяснять в каких в каких городах грибные города россия какие все-таки не грибные еще володе присылают фотографии сушеных грибов из италии ну кстати в италии там развалы целые да я как раз тебе говорила про фильмы итальянские про трюфели он называется а он так и называется охотники за трюфелями я прям всем рекомендую это дедушки в пьемонте которые ищут трюфели в сезоне сделано очень круто и вообще получите большое удовольствие он достаточно старенький ну как старенький до пандемии по моему появился смотри как мы мыслим до пандемии это уже старенький фильм из предыдущего сезона я бы с удовольствием переименовал город дзержинска он назван в честь упыря и чекиста а переименовал бы в черноречия это историческое название место наш подмосковный дзержинск или дзержинский в нижней области дорогой слушатель имени которого я не знаю я не могу не присоединиться к вашему к вашему суждению мне кажется она безупречно тем больше черноречия звучит изумительно просто изумительно но ты же считаешь что надо провести сначала какой-то референдум с жителями города я так считаю но окончательного решения по этому поводу у меня нет потому что такой референдум проводили в екатеринбурге и в итоге все проголосовали против просто потому что лень учить новые названия улиц и все они остались названы именами непонятно кого в москве если я правильно понимаю такой референдум и в петербурге не проводили хотя я боюсь сейчас наступить правда на горло поправьте меня если ошибаюсь и в общем все перемывали я не думаю что мы москвичи и петербургцы против такого да мы же наверное против того что улица покровка называется покровка не черношевского при всей при всем уважении к автору четвертого сна веры полны так что с одной стороны конечно должны как-то решать сами жители с другой я не знаю как этот процесс правильно организовать потому что естественно человеческое желание чтобы все осталось как прежде чтобы не не менять вывесок писем на конвертах надписи на конвертах регистрации юрлиц и всего прочего как с этим обойтись вот честно говоря пока как-то не представляю андрей возможно андрей катается на сноуборде потому что когда я вижу что город кировск мурманской области хотят переименовать в хибиногорска но хибины обычно же в кировской ездят ну так со всей россии кататься все-таки до город который последним закрывает сезон можно сказать так вот хибиногорск почему нет хотелось бы что-то может поприкольнее придумать хибиногорск что-то что напрашивается нужна какая-то хорошо если уж там катаются сноубордеры то может двинемся в ту сторону какую-то веквайл что-что венедикт графеев оттуда да из из мурманской области сейчас скажу откуда точно вот если бы его имя как-то было сообщено него 3 поселок него 3 мурманской области там он родился большую часть провел большую часть жизни провел в ки в том самом кировске вот в принципе скромное лаконичное русское название ерофеевск не думаю что ему бы помешало но было бы это сообразно личности самого венедикта васильевича не знаю и поэтому это тоже стоит обсудить с людьми которые может быть более глубоко этот вопрос изучали наш слушатель никита зашел с другого конца в липецкой области есть город грязи может из-за этого ну или по какой-то совокупности факторов город такое есть как его название но на что переименовывать я не представляю историческое название такое и есть грязи всегда были грязями еще до петра первого ну да не случайно я думаю так назвали если серьезно но есть его и поселок черная грязь на пути из петербурга в москву сильно ближе к москве но не думаю что это какой-то самый грязный город россии играя с ним чернее всего может быть ничего страшного в таком названии нет она вполне историческое если она не обижает тех кто там живет по-моему она довольно милая и необычная константин пишет историю с детства в моем детстве папа ездил в тольятти а я думала что он ездил в таити и всегда обижалась что он меня не взял не брал я думаю есть некоторое отличие от командировки на таити и в тольятти да кирилл пишет ерофеевск это простите как клеймо потому что в нынешней ситуации можно любой уездный российский город назвать ерофеевском и не ошибиться может быть и любой но виндикт василь же не бы дописатель жизни русских городов не не в этом главное содержание его творчество а вот если бы каким-то образом этот кольский полуостров был бы отмечен именем одного из главных русских гениев двадцатом веке это было бы наверное не дурно каким-то образом может быть есть более изящные способы для этого чем те о которых я говорю дорогие друзья продолжать прославился присылать нам сообщение на плюс 7 903 797 6333 рассказывайте о том какие города в россии вы бы переименовали и почему и во что мы сами с марией решили воздержаться собственных суждений только будем комментировать все что вы напишите вот еще хотел порекомендовать то что напишут слушатели на ютюбе на который я всем вам рекомендую подписаться нашу тип серебряная дождя пишут по грибы прекрасная история очерки шаманс шаманство енисейских остяков вышла в петербурге в 1914 году записано неким господином анучиным прочитайте с тремя восприцательными знаками нам советует слушатель не думаю что я имею право удерживать этот совет от вас и направляю вам его мы вернемся после рекламы продолжим и завершим наш сегодняшний выпуск и трансляция идет на youtube-канале не забывайте об этом а вот прекрасное по моему сообщение из чатика на ютюбе улице ленина надо переименовать в грибные так моя сестра в детстве приезжала к нам в гости в кабардино-балкарию но считала что это кабардино-балгария и всем рассказывала что не живут в болгарии как как это мило светлана есть одно смешное сообщение тебе зачитаю его в эфире юлия из питера под питером огромное количество переименованных финских деревень как и знаменитая комарова и зеленогорск и исторические названия известные в самих городах немножко такое сложное сообщение написано в общем ты знал что зеленогорск это тариоке а комарова келламяки да 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 ну комарова видишь тоже уже так вросло нашу жизнь и в нашу культуру что ничего с ним не сделаешь а я родился в городе брежнев в детстве никогда не понимал значение этого слова ассоциировалась названием транспортного средства брежнев был в санкт-петербурге на прошлой неделе вот что стоит переименовать в грязи но не знаю что все растаяло в питере могу представить есть такая легенда что петр первый застрял в этом поселении сказал вы грязи это и про город кричите в липецкой области я прожил с рождения до 2014 года там 150 тысяч российских населенных пунктов называются так потому что какой-нибудь царь что-нибудь сказал в сердцах из них 90 процентов называют это что царь петр что не сказал вот смотри ты как любителя докапываться до исторической сути в документах это же и легенда действительно вряд ли это чаще всего большинство случаев это так ничего настоящего там мы выходим в эфир это только начало в эфире программа только начало я владимир одевский на прямой связи со студии в москве из тель-авива в москве мари армас и она обещала прочесть куда классное сообщение которое вы прислали в ответ на просьбу написать нам какие города в россии вы переименовали и почему давай ты сейчас сделал такой тизер но это просто смешное сообщение татьяна из саратова я в детстве жила в городе балакова на улице факел кому не социализма а в паспорте у меня было так и написано фак социализма вот такую вот такую улицу надо поменять ну и что это это правда прекрасное сообщение да не поспоришь доброе утро а ведь ленины кировы дзержинские и так далее хоть и упыри но это тоже часть истории россии может и не стоит ничего переименовывать например в семиле до сих пор есть улица франко это пишет михаил из казани ну вы сами говорите не упыри но как можно их именами улицу называть да честно говоря улица франко не уверен что это правильно для сибири не уверен и если вы помните не так давно самого франко тоже перезахоронили то что это часть истории ну а а нацистская оккупация часть истории нашей страны это же не значит что мы должны увековечить таким образом все эти улицы тоже назывались каким-то образом не буду даже приводить каким догадываюсь каким за вас главное мне кажется что это еще не ничего не определяет факт того что эта часть нашей истории ничего не определяет а вот то как мы к этому относимся и как мы отличаем все-таки нас настоящее зло из всего этого я думаю что говорила бы о нас по-настоящему много а всю весь этот период куда его денешь столько столько мы от него взяли и такое количество культуры двадцатого века нас сформировала целиком почти не бирая все остальное поэтому от этого и отказаться все не предлагаю вы же прекрасно понимаете в чем отличие назвать улицу за именем сергея прокофьева или феликса дзержинского разница огромна и и то и то часть нашей истории но это совершенно не определяющую не определяющая причина для того чтобы мы размашистым называли именами палачей улицы по которым мы ходим и на которых мы воспитываем детей но завершая наш сегодняшний эфир я хотел бы два дня рождения вместе с вами отметить коротко во-первых сегодня день рождения у художника кита харинга нежно лично мною любимого я уверен что близкого сердцу многим из вас это замечательный американский художник который снискался славу расписывая нью-йоркскую подземку и муралы в нью-йорке своими знаменитыми граффити он очень хотел работать в компании disney поэтому все его творчество так или иначе тяготеет комиксово мультяшному стилю но каким-то образом кит харинг со своими человечками пляшущими и своими крупными надписями размашистыми тегами снискал себе славу художника очень ранее очень тонкого и сообщающего нам что-то очень очень крупное по-настоящему серьезное о человеке о любви одного человека к другому и о месте человека на земле и о социальных проблемах которые в которых жила америка 70-х 80-х годов напомню что кит харинг умер довольно молодым в 90-м году вот спида и вот мне в недавний визит нью-йорк удалось увидеть одну из его самых наверно грандиозных работ может это было самое сильное художественное впечатление вообще за вот эту американскую поездку меня друзья отвели в такой лгбт-центр в нью-йорке центр помощи людям относящимся к лгбтк к культуре вот и там есть просто туалет общественно в этом центре который полностью расписан китом харингом полотно вернет мурал или эта работа называется once upon a time то есть когда-то какие-то славные времена эта работа сделана на пике эпидемии спида восемьдесят седьмом кажется или восемьдесят восьмом в восемьдесят даже девятом году на пике эпидемии спида это такое огромное полотно которое похоже на такой комиксовый декамерон естественно гомосексуальный но в этом так много тоски и грусти по тем временам которые уже не повторяться и когда эта любовь могла быть абсолютно для каждого и когда не нужно было переживать бояться что она принесет какие-то страдания или болезни в общем это одно из самых я думаю важных американских работ в двадцатом веке и сегодня у кита день рождения во-первых хотел бы поздравить с этим а во вторых хотел бы вас поздравить со вчерашним днем рождения поэта тимура кибирова одного из главных поэтов нашего двадцатого и двадцать первого века к счастью ныне живущего который сочетает и фантастическую нежность и очень едкую иронию и любовь к родной стране и отвращение к самым его знакомым проявлениям и простоту потому что в конечном итоге в кибировских стихах что написано то и написано его очень легко читать и очень легко понять и многоцитатность потому что по поэмам кибирова пишут книги разбирая все его культурные и литературные отсылки я хотел бы поздравить тимура юрьевича с днем рождения пожелать ему долгих лет и платформой работы и закончить самым коротким его стихотворением который мне очень нравится и подходит к сегодняшнему дню как ничто наша таня громко плачет ваша таня хоть бы хны а хотелось бы иначе снова тычет и бабачит население страны на этом я завершаю вид программы помните что это только начало меня зовут владимир раевский пока спасибо володя до следующей среды а переслушать утренний эфир можно на нашем youtube канале заходите подписывайтесь комментируйте